Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, вселюбщее чтение Слова Божия. Сегодня мы с вами рассмотрим соборное послание святого апостола Иуды. Кто такой был святой апостол Иуда? Он был из числа 12 учеников Христовых, происходил из рода царя Давида и Соломона, был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены. Святой апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии пишет «Не братья его верухов в него», то есть братья его, то есть братья Христа сводные, не веровали в Иисуса Христа, как в Мессию. Это Евангелие Атаана, 7 глава, 5 стих. Свидетель Феофилакт, архиепископ Болгарский, объясняет эти слова так, цитата, «В начале земного служения Господа Иисуса Христа, сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в его божественную сущность. Предание указывает, что когда праведный Иосиф Обручник, возвратившийся из Египта, стал делить между сыновьями, принадлежавшие ему землю, то он пожелал выделить часть и Христу Спасителю, рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы Богородицы. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Христа Иисуса в совместное владение своей долей, и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя, как ожидаемого Мессию всем сердцем, и обратился к нему, и был избран им в число ближайших двенадцати учеников». И далее Псиофилакт Болгарский и Блаженный продолжает. «Но помня свой грех, апостол Иуда считал себя недостоин называться братом Божиим и в своем соборном послании именует себя лишь братом Иакова». То есть братом Иакова, по примеру которого, как бы прилепляется к его добродетели. Иаков был старший сын Иосифа Обручника, и как мы видим из этого толкования, он, когда Иосиф Обручник разделял свое имение, он единственный был, кто сказал, что да, Иисус Христос, тоже достоин иметь часть какого-то имения. Но все другие его спротивились, как мы видим из этого толкования. Но Иаков отдал часть от своей доли, которая принадлежала ему. Поэтому помнит добродетель Иуда, называется братом Иакова, но себя он называет рабом Божиим. И святой апостол Иуда имел и другие имена, как нам известно. Евангелист Матфей называет его Левием, прозванным Фадеем. В Евангелии от Матфея, 10 главе, 3 стихе. Святой Евангелист Марк тоже называет его Фадеем. В Евангелии от Марка, 3, 18. А в Деянии святых апостолов он упоминается под именем Варсавы, 15-22. А в то время такое наименование разных людей, оно было совершенно нормальным и было в обычае того народа. Я даже помню не столь далекие времена, когда меня отправляли к бабушке в деревню, родители на лето, то там было такое понимание, что вот он Сладков, это он по фамилии, которая в паспорте, а по уличному я был Лесин. И наше семейство, в котором жили, мы были Лесин. А там другие напротив жили, у них фамилия была, например, Купцовы, а по уличному они были там Парфеновы. И так вот это все село. Все знали кого как по уличному, кого как по паспорту. Это было так в обычае такое вот наименование как бы по семейным такому родовому, скажем, преемственности, что ли, как это можно выразить. И вот такое было тоже в обычае и более древнем. После вознесения Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с проповедью Евангелия, как и все апостолы, он распространял веру во Христа вначале в Иудеи, в Галилеи, в Самарии, Думеи, затем в странах Аравии, Сирии, Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдесу. Здесь он завершил то, что не было закончено его пришественником, апостолом из 70 Фадеи. И сохранилось известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, к которому мы приступим сегодня изучая, и в кратких словах, которого заключило много глубоких истин. Оно содержит действительно догматическое учение Святой Троицы о воплощении Господа Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых, о будущем страшном суде. В нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправными в своих должностях, в молитве, в вере, в любви, заблудших обращать на путь спасения, охранять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа, необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Итак, соборное послание апостола Иуды начинается такими словами. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом. Видите, как мы и говорили, он называет себя рабом Христом и братом Иакова, того самого Иакова, старшего брата Иосифа Обручника. Милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за ненужное, я почел за нужное написать вам увещевание, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Видите, так начинает свое послание. В третьем стихе говорит, что вера, она была принята однажды святыми. О чем здесь речь? Речь о Дне Пятидесятницы. В День Пятидесятницы вся полнота догматического богословия была дана апостолам, которые были тогда в Иерусалиме. Он, здесь Иуда, брат Господень, он как бы, скажем, утверждает слова апостола Павла, которые апостол Павел, апостол Павел записан в посланиях Коринфской церкви, Первая Коринфянам, 3.11, да, 3 глава, 11 стих, где он пишет, можно проверить, так как немного засомневался, и чтобы не ввести вас в заблуждение, лучше обратиться к тексту, тем более, когда он лежит у нас перед глазами. Итак, Первая Коринфянам, где, да, Первая Коринфянам, 3 глава, как я сказал, 11 стих, сейчас посмотрим, да, это так, где сказано, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос». То есть, здесь Иуда, брат Господень, также пишет, что «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру и, внимание, однажды преданную святым». «Ибо вкрались некоторые люди, издревле подназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа наш Иисус Христа». О чем здесь речь? Действительно, в то время вкрадывались уже такие еретики, которые говорили о том, например, николаиты, «Они говорили о том, и в их учении было, что чем человек больше грешит, плотски, тем он уничижает свою плоть и этим самым освобождает душу от темницы плоти». Это такой неоплатонизм. Поэтому они впускались в различные распутства, в пьянство, в блуд, якобы этим самым освобождали душу. Поэтому он так и пишет здесь. «Дают повод к распутству и отвергают единого владыку и Господа нашего Иисуса». Иисуса Христа. Пятый стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовших погубил». Напоминает историю о том, когда был выведен народ израильский из 430-летнего рабства и очень важная истина здесь в устах апостола Иуды для нас с вами, современных людей. Мы когда-то тоже были выведены Христом, спасителем через святое крещение, через таинство святого крещения из служения фараону, из служения такому прообразу, то есть фараон — это всегда прообраз дьявола. И выведены в чудный свой свет. Но вот беда, что иногда, и такое встречается часто, люди, приняв крещение, кто-то в младенчестве, а кто-то даже во взрослом возрасте перестали ходить в храм. Они посчитали, что этого достаточно. Принять просто крещение и якобы обрести спасение. Апостол Иуда, брат Господень, предупреждает, что это не так. И говорит о том, и напоминает, что когда-то народ был выведен из Египта, но потом неверующие погибли. Господь погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, более к строгому прибегает слогу, даже ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд великого дня. О чем здесь речь? Мы знаем, что в начале истории, еще когда и не был сотворен человек, на небе произошла война. Об этом сказано и в книге Откровения. Когда треть между Богом и дьяволом, когда треть ангелов поверили обольщение дьявола и были низвергнуты с неба. И говорит, здесь даже ангелов не пощадил. И усиливает свою мысль, смотрите, как пишет дальше. Как Содом и Гамора, и окрестные города, подобно им блудодействующие, ходившие за иною плотью, подвергшись, казни огня вечного поставлены в пример. Видите? То есть три примера приводятся. Человек вышел из Египта, то есть принял крещение. Дальше. Если он не примирился с Богом и не ходит далее, и не приступает в общение с Богом, то есть через таинство, через Святую Евангелие, через все те условия, которые есть в церкви, то предупреждает, говорит, если даже ангелов не пощадил. Ангелов не пощадил. И далее говорит, это все дано вам в пример. Приводит Содома. Приводит разрат Содома Гаморский. Если он действительно не так явен в человеческих деяниях, мы люди, мы не всеведущие, не всезнающие, не можем видеть то, о чем говорит апостол Павел в своем послании, то, что они делают тайно, и говорить об этом даже срамно. Мы не знаем. Но точно знаем о том, о чем предупреждает Христос. Если кто делает разврат даже внутри себя, то есть он говорит, посмотрел там с вожделением, или внутри себя разжигается похотью, это говорит все равно, что сделал это и явно. Так точно будет и с ними мечтателями. Видите? Так и говорит. Мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и заслоят высокие власти. Здесь он, апостол Иуда, говорит о том, что такое состояние внутреннего мира вышел из Египта, погиб, приводит к Содому Гаморскому состоянию, приводит к тому, как и ангелы отпадают, и далее предупреждает, что так точно будет с мечтателями, которые оскверняют плоть. То есть, и говорит дальше, смотрите, отвергают начальство и заслоят высокие власти. То есть, человек, который стяжает такой дух, дух противления, это дух бунтаря. Это дух, по сути, если хотите, революционера. И можно сказать, что дьявол это первый революционер, который врастал против Бога. Так переводится, противник. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Здесь очень важное предупреждение звучит для нас. Несмотря на то, что мы это все видим, но чтобы мы не впали в осуждение, и тут и не повредили себе, потому что состояние осуждения это вред, прежде всего, о своей душе, бессмертной душе. Это как нанесение раны. Поэтому говорит и приводит в пример архангела Михаила, который сказал, да запретит тебе Господь. Как и сказано в Священном Писании, братья, не мстите за себя, отдайте место гнева Божию. «О сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя». То есть, здесь он говорит о том, что человеческая природа, человеческая природа, если она отвергает Бога, она, несомненно, впадет в Содом и Гамору, потом даже в осуждение. И потом здесь пишет о чем? Он говорит, что человек начинает поступать не по разуму, а по инстинктам, по животным инстинктам. Так и говорит. «А если злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем расслевают себя». Это страсти. Страсти, которые сегодня у современного человека, да и вообще у всех веках, человек, который им порабощен, не считается за какой-то грех. Говорят, «А это нормально, это же желание, это же мое хотение, я же хочу». Сегодня уже люди так и привыкли, они так и говорят, «Делай, как тебе удобно, делай, как ты хочешь». А что такое делать, как я хочу? Это как раз есть поступать по своим похотям, похотению. Некоторые думают, что похоть — это только какие-то плотские грехи. Это неправильно. Похоть — это значит поступать так, как ты хочешь. Похоть. Я хочу вот так. «Горе им», предупреждает святой апостол Иуда, апостол из 12, говорит, что вот это все состояние приводит человека к горю. Горе, говорит им, потому что идут путем Каиновым. Видите, к чему это приводит? Не просто так я сказал, что Пе — это действительно бунтарский дух. Каин позавидовал добрым делам брата своего. К чему это привело? Зависть. Нарушение, казалось, последней заповеди. Мы говорим, ну кто не завидует? Ну что здесь такого? Ну подумаешь, сижу и завидую. Сегодня люди даже придумали, чтобы оправдать этот грех. Они говорят, есть зависть белая, а есть зависть черная. Я всегда исправняю, в чем разница? Ответы не получаю почти никогда. Но это я просто завидую. Как Каин говорит. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды. Как Валаам, еще одного приводит в пример, помните, которого ослица аж прижала, ногу ему прижала и сломала, и человеческим голосом заговорила, чтобы остановить от его безумия пророчествовать за деньги. Что это значит пророчествовать за деньги? Проповедовать. Ища в этом выгоду. Некоторые скажут, а как же сказано, что трудящийся, достойный пропитания? Отвечу. Если человек на первом месте ставит заработок и заработать на преподавании Слово Божие, вот это беда. А если сначала Слово Божие, а потом, ну, будет, будет, не будет, как Бог даст. Это нормальное состояние. То есть, нельзя ставить во главу угла именно погоню за то, что называется любостяжанием. В любом деле, какое бы оно ни было. Тем более, проповедь Слова Божия. Поэтому здесь приводится Валаам. И в упорстве погибают, как Кореи. Здесь напоминает, видите, сколько образов. Каин, Валаам и Кореи. Кто такой были Кореи? Это были те, которые при Моисее, помните, в книге Исход, они восстали против, в книге чисел, восстали против Моисея и сказали, почему это вы только священники? Мы тоже священники. А чем мы хуже вас? И тогда Моисей сказал, Господь так распорядился. Он избрал и поставил Аарона в священство. Но они потребовали чего? Доказательства. И положили жезлы, как помните, жезл Ааронов расцвел, что и указало на его право преемства священства. А они были наказаны, как земля разверглась и поглотила их. Это то, что называется сегодня, когда человек едет в софринский магазин, покупает себе священнические одежды, надевает, обольщает людей. Говорят, а почему? То есть то, что называется самосвятством. Или человек, изверженный из сана, не примиряется с этим и продолжает обманным путем выдавать себя за священника. Приводятся вот такие вот три примера. Каин, зависть, Влаам, сребролюбие, Кореи, самосвятство. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршенствуя с вами без страха, уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Такое образное выражение здесь приводит апостол Иуда. Свирепые морские волны, пенящие с ромотами своими, звезды блуждающие, которым придется мрак тьмы навеки. То есть он говорит о всей бесполезности и бесплодности, хотя внешне вроде бы это на вид приятно, но плода никакого от них ждать нельзя. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама, говоря, «Сей идет Господь с отьмами святых ангелов своим сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произнесли на него нечестивые грешники». Приводится целая цитата из пророчества Еноха. Но когда мы с вами открываем Священное Писание Ветхого Завета, мы не встречаем его послание. Откуда же тогда берет Иуда апостол из 12 этот текст? Из апокрифического послания. Некоторые скажут, а можно ли это делать? По всей видимости, да, потому что если это не противоречит истине, то всякое послание, всякое даже художественное произведение, мы помним, как апостол Павел приводит его однажды, когда говорит, как и некоторые из вас стихотворцев, говорит, это проповедь его в Ариапаге греческим философам, приводит даже текст из какого-то их, не помню сейчас, есть его, этого поэта, имя, то есть это не будет являться каким-то нарушением в проповеди Евангелия, если действительно то или иное выражение соответствует полноте истины. Вот даже слышал от одного очень авторитетного нашего преподавателя и проповедника, не видел правду, но приеду, посмотрю, у него дома есть псалтирь, где, например, написано, приводится даже высказание Оригена, и потом делается сноска такая, написано, ащи не был еретик, то есть его выражение до того времени пока не стало еретиком, а Тертулиан, например, учитель церкви, мы тоже пользуемся его выражением, но мы знаем, что он впадал в монтанизм, то есть фактически уходил в секту, но те сочинения ради церковной экономии, которые, в общем-то, совпадают с консенсом патрум, с учением отцов и не противоречат постановления в Сиренский соборах, они используются, так и здесь, этой книги мы не находим в Священном Писании Ветхого Завета, но церковь решает оставлять их или не оставлять в тексте Священного Писания, и церковь решала, будет ли это соборное послание Иуды в каноне или нет, поэтому это тоже очень важно. Далее он продолжает обличать апостола Иуда, говорит, это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестивые беззаконно, уста их произносят надутые слова, они оказываются лицеприятие для корысти, для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанный апостолом Господа Иисуса Христа, они говорили вам, что в последние времена появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям, это люди, отделяющие себя от единства веры, очень важные слова, говорит апостол Иуда, отделяющие себя от единства веры. Как и другие апостолы предупреждают братья, берегите себя от разделения, от разделения, потому что и апостол Павел пишет, разве Христос разделился в себе? Очень важно сохранять единство веры, и когда вот произносится это слово единство, то не надо забывать и второе слово веры, а вера имеет свое содержание, поэтому всякие противящиеся содержания веры, которые есть в Никео-Цареградском символе веры, в определении апостолов, канонах церкви, всякие противящиеся этому уже на пути разделения, и уже отвергается единство веры, потому что когда мы говорим, и я это кстати заметил, о единстве веры, то все говорят да, да, и первое слово воспринимается единство, а второе как-то нет, а верить мы можем как хотим, да, а вот главное единство сохранять, если это будет так, тогда мы с вами будем вавилон, а не церкви божия, там тоже было единство ради единства, единство ради исповедания веры, правильное исповедание веры, которая есть в церкви, так и пишет, это люди отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа, как и апостол Павел скажет, что есть люди душевные, а это истина говорит душевное бесовское, так и скажет, так и здесь, есть душевные люди, а есть люди духовные, я уже об этом как-то говорил, не буду повторять, что люди, так условно, конечно, нельзя это делать, какие-то там делить на типы людей, ну, очень условно, есть люди душевные, есть духовные, есть плотские, ну, повторю для тех, кто не слышал, вот плотские, это те, которые хотят лишь бы мне по головам пройти и не замечая никого, а люди душевные, это как раз те, которые, в общем-то, никому плохого ничего не делают, это как тут богатый богач, помните, в Евангелии от Луки о богаче и бедняке, да, когда богач, он Лазаре, да, он пиршенствовал блистательно, ничего не сказано, что он был плохой, ничего не сказано о том, что он кому-то там вредил или там какие-то уж бесчинства или беззакония творил, нет, просто пиршенствовал блистательно, но он идет в ад, почему? Потому что он не заботился, не поступал по заповеди Божьей, потому что он был человеком, который угождал только себе, он был как раз человеком душевным, вот о них как раз здесь и говорится, а духовные, это те люди, которые хотят так, чтобы, ну, я где-нибудь тут с краешком, мне тут этого и достаточно, лишь бы только другим было хорошо, то есть послужить другим. Так и пишет, душевные, не имеющие духа, а вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Видите, как пишут, сохраняя себя в любви Божьей. А что есть сохранять себя в любви Божьей? Это исполнять заповедь Божий по отношению к Богу и друг другу. И даже, я бы сказал, опережать в исполнении этой заповеди. Как это? А так, как говорит об этом преподобный Серафим Саровский. Серафим Саровский писал так, торгуйте добродетелями. Вот когда произносишь это словосочетание, многие люди недоумевают, что значит торгуйте добродетелями. Ну, предприниматели, наверное, это поймут. То есть, что значит торговать? Торговать нужно в сезон. Вот сейчас, если кто-то выйдет, скажем, в свою торговую палатку куда-то выездит, будет там продавать шубы, варежки, шестяные носки, навряд ли он будет иметь успех. А тот, который поставит напротив него, скажем, легкую одежду, летнюю одежду, футболки, рубашки, я думаю, что у того человека успеха будет больше. То есть, это говорит о том, что всему свое время, так и время добродетелей. Что значит торговать добродетелями? Это значит видеть, в чем человек нуждается в данный момент больше всего. Вот что значит. То есть, суметь как бы сторговать свое добродетель, то есть, не то, чтобы продать, чтобы какую-то выгоду получить, а чтобы этот образ преподобный Серафим употребляется именно в том смысле, чтобы видеть, в чем человек нуждается, то ему и предлагать. А иногда бывает по-другому, что человек в этом не нуждается и по принципу мы уже знаем на те Божие, что нам негоже. Вот этого делать не стоит. Итак, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа, говорит, сохраняйте себя в любви для спасения вечной жизни и к одному будьте милостивы с рассмотрением. И вот эти слова, о которых я говорил дальше. К одним будьте милостивы с рассмотрением, слова, которые я говорил раньше, а других страхом спасайте. Исторгая из огня, обличайтесь со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая оскверняется плотью. Что это за одежда, которая оскверняется плотью? Ну, конечно, имеется в виду не одежда именно вот то, что мы носим сверху. Хотя, в некой мере, он говорит, что, как бы здесь повторяя слова и Спасителя, который говорил, что если зайдет к вам человек в богатые одежды, вы будете угождать, скажете, сядь здесь, а зайдет кто в бедные одежды, вы ему скажете, садись там. И тогда Спаситель осуждает такое рассуждение и говорит о том, не пересуживаете ли вы. И здесь апостол Иуда, он к этому образу возвращается и говорит о том, что одних страхом спасайте, гнушаясь даже одеждой. Вот какое есть истолкование по этому поводу на этот текст, вернее, у преподобного Максима Исповедника. Вот что он пишет. Он задает вопрос и на него отвечает. Это книга такая есть, многие ее видели, она в больших экземплярах была в наших церковных лавках. Вопрос. Что такое одежда, которая оскверлена плотью? Ответ. Она есть жизнь, запятнанная многими прегрешениями плотских страстей. Ведь каждый человек своей одежды являет обычно образ жизни, которую он ведет. Если он человек праведный или неправедный ибо первый имеет одежду чистую добродетельное житие, а второй стяжает жизнь, оскверненную злыми делами. Или лучше. Одежда, которая осквернена плотью, есть внутреннее настроение и расположение, формирующее душу сообразно лукавой совести, памятованием дурных движений и действий плоти. Видя это настроение, и расположение, постоянно обличающие ее, словно одежды, душа наполняется зловонием страстей. Ибо как от духа через разумное сплетение в единую ткань различных добродетелей получается риза, нетление для души, облегшись в которой она становится прекрасной и славной, так и от плоти. При неразумном сплетении страстей друг с другом получается какая-то риза нечистая и оскверненная, являющая собой вульгарность души и придающая ей иной вид и образ вместо божественного. Конец цитаты. Так пишет преподобный Максим Исповедник. Итак, 24 стих «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед собой, поставить перед славою своей непорочными в радости единому премудрому Богу Спасителю нашему через Иосифа Христа Господа нашего слава и величия силы и власть прежде всех веков ныне и вовеки аминь». Так пишет и завершает свое послание. Действительно, как мы видим, что послание наполото главными мыслями предостережения против лжеучителей отвергающих Христа напоминания о древних нечестивцев в суде над ними и говорит так точно будет и с вами мы видели здесь и Каина и Содом и Гоморру и выход из Египта и Валаама и Кореевых. Дальше пишет «Сохраняйте себя в любви, помогайте сомневающимся и искушаемым и завершает слава и величие могущему соблюсти вас от падения». Такое послание соборного и послания святого апостола иуды, которое состоит всего лишь из одной главы. Но, снова и снова повторю, несмотря на всю кратость изложений вот этих коротких посланий и соборного второго иоанна, и третьего богослового и соборного послания святого иуды, но имеет очень большое значение в контексте священного писания для нашего наставления и назидания для спасения нашей души. Спасибо.